всем привет для большинства необходим определенный густой туман сквозь который практически ничего не видно то есть вы можете в данном тумане регулировать дальность прорисовки очень очень известна игра которая допустим использовала данный метод или похожий метод это silent hill то есть там был туман который определенную площадь захватывала и все дальше было ничего не видно давайте создадим похожую систему данном случае это у нас будет постпроцесс здесь мы накинем материал создадим материал так назовем это фиг фок это у нас густой туман конечно было назвать материал он не особо важно самого материала мы материал domain выставим как постпроцесс и здесь у нас вот только появляется emissive cover что нам необходимо это нажимаем на цифру 3 кликаем по экрану у нас появляется вот такая цветовая схема да но мы ее можем регулировать для этого нам надо конвертировать ее как параметр назовем это cover мы будем цвет тумана регулировать данным случаем выставляем сюда lerp либо линейн incorporate называется так выставим это на b верхнее это у нас во-первых необходимо текстурные координаты текстур координаты текстур координат далее мы их должны подключить сцен текстура это у нас штука будет как раз таки подключаться к нашему постпроцессу мы на нежу нажимаем на него и сцен текстуры айди мы ставим постпроцесс далее мы здесь выбираем компонент mask и отмечаем все виды rg и b то есть здесь у нас только р и г выставлено галочки но нам надо еще и бы добавить это мы все подключаем lerp и как видите вот у нас уже такой туманчик образовался давайте просто сохраним для начала и проверим во первых нам нужно выставить постпроцесс на нашего плоскость до данном случае сначала давайте он баунд поставим чтобы у нас действовал не только в кубе но и везде вокруг и мире если вам это не надо вы не ставьте эту галочку то есть если вам надо только в определенной части здания там еще где-то вы выставляете просто размеры данного куба и так далее как вам необходимо данном случае он мне уже больше не нужен я выставил безграничное значение так и куда мы должны поставить этот материал это у нас набираем материал постпроцесс материал здесь нажимаем галочку плюс и choice выбираем asset reference данном случае у нас материал выделен мы нажимаем стрелочку и он уже подключился то есть если можете посмотреть да он такой белый фон просто дал это нам не совсем то что нужно так что мы еще должны подавать альфу до определенное значение от нуля до единицы где будем как раз таки регулировать это все во первых нам необходимо сначала world position то есть эта позиция в мире мы ее должны вычесть данном случае до нажимаем минус или пишем субстракт вычитаем мы позицию нашей камеры камера позиция вида в с вот она подключаем сюда и из этого мы уже определяем необходимый вектор от нашей камеры вокруг образно по сути данном случае это у нас вектор land это длина вектора давайте выставим на нижнюю часть и здесь мы должны разделить divide на значение которое мы как раз таки будем регулировать в данном случае мы нажимаем на буковку с на клавиатуре и кликаем по экрану здесь мы выставим fog distance назовем это и подключим сюда значение выставим ну давайте пока 500 поставим чтобы видеть определенное значение и чтобы это у нас не превышал от нуля до единицы мы должны естественно ограничить ее ноды clamp данном случае минимум у нас 0 максимум единица то есть мы сюда никакие значения не пишем и вот у нас превьюшки уже видно как это все работает сохраняем и запускаем как вы видите да у нас туман просто совсем дикий и мы практически ничего не видим но вот буквально вот вот эти 500 плюс но какие-то значения которые уже от 0 до единицы то есть таким чуть-чуть изменением выставлены так давайте поставим полторы сохраним и запустим вот уже диаметр у нас вокруг больше то есть вы здесь можете регулировать но для этого у нас есть create material instance можем создать ее и наш постпроцесс мы должны поставить это instance наш далее ставим галочки регулируем дистанцию какую вам необходимо давайте поставим 1000 и здесь можно регулировать цвет нашего тумана представим какой-нибудь там синеватый или еще что-нибудь такое вот так он примерно выглядит запустим но это естественно не совсем корректно здесь надо регулировать правильно цвета но и как видите да у нас освещение из-за того что солнце допустим если у вас ночью все это работает давайте выставим ночь для этого мы выделяем sky сферу давайте уберем отсюда солнце вообще выставим значение минус единица sun height то есть высота да по сути это с одной стороны даже не нужно мы это все равно не увидим так skylight это у нас сделаем real time галочку поставим у меня тут все много стоит так и убавим интенсивность солнца поставим на 02 допустим но можно cast shadow тоже убрать чтобы у нас тени тени не было типа из-за из-за того что ночь все да то есть вокруг у нас становится темнее но туман естественно вы корректируете цвета откроем instance можно прям так вот регулировать как вам необходимо такой сероватый как раз таки он наверное будет ближе к игровому запустим вот такой вот но я еще и не не регулировал насчет освещения тут ничего просто небольшие такие это сделал значение и все у нас получается вот такой вот густой туман необходимой дистанции также можно сделать значение регулируемое там допустим от начала до конца какого-то определенного для этого мы вот так еще сделаем еще один лирк это у нас уже будет по сути начало значение да но здесь тоже не совсем корректно здесь может не корректно работать она как видите да здесь прям изменения жуткие происходит возможно а ну да нам еще нужен клэп естественно чтобы это у нас все не не потратила но вот это у нас такое значение вот здесь как раз таки размытие у нас это более резко происходит после таких изменений в общем на этом все до скорой встречи всем пока а